смотрите ребята вот такая шпермюль забирать я думал его там как-то берегут куда-то используют его загружает в обычную мусорную машину как обычный мусор пойдет он на переработку скорее всего никто его там особо куда-то кому-то раздавать не будет как я думал знаете люди там какие-то диваны ставят хорошую какую-то мебель и надеются что на кому-то достанется но по сути если его никто с улицы не забрал то потом просто его вот так закидывает этом спрессовывает эта машина его все ребята всем привет мы едем сейчас голландию на море на море смотрите какие бусики старые едут они такие ржавые колеса у них низко сидят мы таких еще не видели вау какой мост такой дом нью-йорк смотрите кольцо какое-то сверху дома прямо над дорогой офисы мы как раз приехали чтобы встретить закат обращаться солнцем у нас тут два часика и мы уже здесь посмотрите какие зонтики зеленые видите зеленые на балконе такие они увидел пропустил серёжа все пропустил страна велосипедов очень много на машинах возле машины какая у вас рожка широкая здесь серьезные дорожки море море совсем совсем рядом ребята привет мы уже тут возле гаги на море море вот тут я рековорит да смотрите она сейчас поднимается потому что когда мы приехали она была метров на 20 дальше от берега вот мы узнали куда они ехали эти вольцваген и транспортеры они ехали сюда на этот пляж крутые вот тут ржавый самый первый вообще-то они всем не очень новые колеса у них очень низко посажен получается он когда едет то он как будто стоит на асфальте вот мы пришли в ту кафешку тут огромный выбор море продукта но нас интересует вот эта селедка замечательная это я ошибся вода прибыла уже через десять минут уже практически возле нас видите мы уже собираемся сейчас еще прогуляемся по набережной и будем ехать домой остаемся здесь вот туда едем в прошлом году они нам садились на голову а вот это одна там где-то пробежит пролетит в этот раз мало чаек да все чайка пока до следующего года так что не заводится не нету бензина да надо заправлять вот тут прямо рядом порт ловят эти большие корабли ловят селедку вот тут парковка стоит евро 75 за час оплата с 6 вечера до 6 вечера бесплатно а вот там на пляже уже вдвое дороже 350 ребятки где мы в америке в нью-йорке или мы в гааге это гаага ярик боится ты боишься в канал свалиться в этот но не бойся все едем домой за ели заехали в центр гааги посмотреть что тут да как какие высотки америка все хотя бы хотишь гаагу сравнить с америка я впервые вижу что на заправке есть starbucks честно это впервые что есть starbucks и там отдельно заправка ярик пошел где-то покупать воду с папой потому что наелись этой селедки голландской ярик теперь постоянно хочет пить классно супер лето уже мы хорошо отдохнули полинка снова едем домой полинке сегодня 10 месяцев и мы получили подарок от любы как всегда спасибо люба спасибо любочки большое она никогда не забывает ни про полину не про ярика сегодня полинке 10 месяцев поздравляем тем маленькая наша красивый комбинезонтик вот это девочка посмотри ярик подожди ой простите простите какие штаны сережа увидел свое имя сережа боже спасибо люба я увидел что тут и для меня что-то припасено сейчас посмотрим надо посмотреть да смотрим еще получила подарок это что такое это наверно да да это для бумаги помада как это ты так ешь он распаковал тогда на половину не распаковал сережа получил тоже спасибо люба у меня теперь есть марципаны и неве спасибо так приятно повезем бы ой полинка тоже такая полинке ой а браслетик куда ты уже дела браслетик полина одевала на тебя где он я реку достался зайчик шоколадный зайчик а мне помада спасибо любом любим тебя доброе утро ребята мы озабочены садиками звонил я в службу которая занимается распределением мест они нам советуют записаться на 1 августа 2019 года уже легко намекаешь в этом году в августе нам ничего не светит нас это конечно совершенно не устраивает сказали что строится каких-то два новых садика сейчас мы поедем на них посмотрим в каком они состоянии когда они откроются то есть я так понимаю ничего не готова но хотим глянуть как это выглядит но я считаю город конечно когда тут дефицит мест детских учреждениях составляет 500 человек должен строить больше садика души на данный момент построили два там закрыли этим не знаю там около порядка 200 мест но это мало если дефицит 500 в общем такие дела сейчас вам покажем если ничего не будет получаться с садиком то будем вплоть до того что искать в других городах куда-то переселяться потому что у нас это совершенно не устраивает а тут появился в продаже старый бентли стоит он 29 900 какого года 2000 года пробег 60 тысяч километров машине 18 лет посмотрите неплохо еще сохранился ребята надо еще сказать что у нас полинке стало намного легче с атопическим дерматитом помог нам в этом комаровске он где-то в интернете прочитали он высказал мысль что как бы особо аллергии тут совершенно ни при чем пищевые такие да ну или их не влияние очень незначительно он большой упор сделал на то что кожа пересыхает то есть мы когда-то изначально пересушили кожу возникло какое-то маленькое пятнышко мы за ним не уследили и она разросла у нас было заблуждение что возможно это морозы потом пока зима зима закончилась мы понимаем что да но не прошло и надо бить панику и нам помог вот это линоллофет нас уже педиатр нам выписывал эту мазь но мы как-то ее отложили и сделали упал упор на аллергии там другой мазькой мазали и помог нам только вот этот крем и я и и мажу там каждые полчаса то есть не даю пересохнуть кожи вы не поверите все следы каждые полчаса ну в раз в два часа я надо было бы стараюсь да ну надо как можно еще когда у нас паника была то помнишь мы часто очень часто вот а уже сейчас да уже когда она уходит и это и боже как я заблуждалась я думала что если она сохнет и отшелушивается то это хорошо мы молодые родители и учимся ими быть учимся на своих ошибках да учимся на своих ошибках да все едем мы рады что нащупали какой-то выход из этой ситуации сейчас было страшно она у нее чесалась и на лучше стало я позже конечно еще не идеально но не идеально по сравнению с тем что было намного намного да мы едем на горку сейчас найдем какую-то площадку для ярика ну вот запланированное строительство было с июня по август 2017 интересно сейчас май 2018 что они так задержались а уже тут продолжили по сентябрь 2018 баутсайд стоит строит город ну еще осталось три месяца и возможно они уложатся по сентябрь 2018 даже не 3-4 месяца еще осталось у них но это особо не радует потому что если сентябрь 2018 срок сдачи пока там все еще обставят мебелью туда-сюда это может затянуться до нового года реально будем посмотрим конечно если в сентябре пошел наш ярик в этот садик было нас бы это устроило вот это вилла кунтербунт первая а сейчас я поищу где такой же садик но вторую его серию должны строить ярик идем обойдем посмотрим где то должно быть строительство вот ребята вплотную к этому садику строят его расширение вот ребята тут обещают закончить в августе 2018 то есть даже на один месяц раньше но опять же так примерно в таком же состоянии никого рядом нету совершенно то есть строительство идет так не шатка не валка не есть пару людей вон вот так вот не знаю дождемся мы тут что-либо я просто поеду узнаю завтра в этот орган в ратушу узнаю когда садик сдадут в августе или в сентябре можно будет сразу не уходить или это еще уйдет полгода чтобы его обставить и открыть окончательно вот прикольно делают когда многоэтажный дом часто на нем номер наносят очень большими цифрами что там скорая помощь или пожарная машина когда ищет дом можно было сразу найти его это удобно для при поиске дома очень удобно когда большой номер видел еще больше бывают цифры такие размером с квартиру с высотой в этаж